Приветствую вас, друзья, на очередном нашем уроке, на котором мы будем разбирать приемы для работы с летней панелью. Возможно, что пока вы еще не знаете, что с помощью данной летней панели можно за считанные минуты делать довольно популярную обработку в стиле Fine Art. И данную обработку я сегодня буду демонстрировать на примере вот этой фотографии. А в итоге у нас получится вот такая обработка, как на изображении справа, и, как вы сами видите, очень похожая на данную стилистику. Ну и, пожалуй, начнем. Давайте сначала все равно пробежимся по пресетам, чтобы вы видели, как применимо, например, к данному изображению работают пресеты из летнего набора. Видите, довольно неплохие уже на первоначальном этапе результаты можно получить. И вот, друзья, группа пресетов, которая и делает непосредственно обработку фотографии для ретуши в стиле Fine Art в нежно-воздушных тонах. Самый первый пресет из этой группы я применила для данного изображения и открыла фотографию в фотошопе. Вот я вам показываю до и после обработки в камере RAW, и вы видите уже довольно хороший результат. Ну и открываем саму, конечно, летнюю панель. Здесь также есть раздел, который и называется Fine Art Effect. И два экшена под названием Fine Art 1, Fine Art 2. Сейчас работает первый экшен. Обратите внимание, экшен срабатывает на дубликате изображения. Переходим на рабочее изображение, включаем второй экшен. Также он срабатывает на дубликате. Действия сработали совершенно по-разному, но согласитесь, изображения получились нежными и воздушными. По большому счету правим в данной обработке данный слой кривые. Регулируем непрозрачность. До какой степени у вас первоначально была темноватая картинка? До такой степени и регулируем непрозрачность. Остальные настройки мигаем глазиками. Смотрим, подстраиваем под свое изображение. Вот, друзья, я настроила изображение, которое получилось вследствие работы операции Fine Art 1. Сейчас оно меня устраивает. Давайте перейдем на второе изображение, которое получилось вследствие работы экшена Fine Art 2. Здесь немного другие оттенки. Обратили внимание, да? Также регулируем кривые и смотрим, что же нужно доработать с остальными корректирующими слоями. Дальнейшую обработку я пожелала продолжать с изображением, которое получилось после применения операции Fine Art 1. Его я и буду перемещать в мой рабочий документ и дорабатывать далее. Ну а изображение, которое не выбрано мною для дальнейшей обработки, закрываю и не сохраняю его. Чтобы перенести уже обработанное экшеном Fine Art изображение, в наш рабочий документ нам нужно встать на самый верхний активный слой, то есть там, где у нас включен глазик, и запустить операцию из раздела действия соединить изображение. Картинка с эффектом Fine Art встала новым слоем в наш рабочий документ. Публикат также уже за ненадобностью можно просто выключить. Далее рассмотрим, что же делают другие операции из раздела Fine Art. И очередной экшен переводится он как «Холодный холод». Да, друзья, я его так и назвала, чтобы у вас не оставалось сомнения, что он принесет холодные оттенки в ваше изображение, что вы в данный момент и видите после его работы. Черной кисточкой по маске можно вытереть этот эффект с модели, и получится довольно неплохо. Но для данной обработки мне этот эффект не подошел. Рассмотрим следующий экшен – ванильная виньетка. Очень хорошее действие, которое добавляет нежной ванильной теплоты на наше изображение. И последний экшен в этом разделе, который называется «Чистота свет». Включаем его. И посмотрите, друзья, насколько чистые и приятные цвета и оттенки у нас получились. Также здесь можно проработать по маске. Например, этот экшен дал осветление. Убрать осветление с тех моментов на изображении, где бы мы не хотели его наблюдать. Друзья, я показала вам непосредственно саму группу Fine Art, как работают экшены в этой группе. Для моей же обработки, кроме Fine Art 1 экшена и пресета в камере RAW, пока достаточно. Далее я буду пользоваться другими действиями из летнего набора. И для начала выполню ретушь. Включу операцию под названием «Сглаживание». В итоге работы данной операции у нас получилась группа слоев с закрытой черной маской. И также у нас уже активирован инструмент, нужный нам на данном этапе. Это инструмент «Кисть», который проходимся по коже моделей. Следующая операция, которую включаем, это персиковая кожа, чтобы настроить приятный оттенок кожи моделей. Также у нас получилась группа слоев, закрытая черной маской, белой кисточкой, аналогичной работе с прошлым же экшеном. Проходимся по коже. Следующие операции под названием «Резкость деталей» добавим четкости и объемы изображению. В появляющемся окошке настроек по большому счету можно ничего не трогать. Вот получившийся слой лучше закрыть черной маской и белой кисточкой, пройтись по тем местам фотографии, которые мы хотели бы видеть четкими и объемными. И чтобы еще больше приблизить нашу обработку к данному стилю Fine Art и добавить в изображение нежных воздушных тонов и оттенков, обратимся к операции под названием «Сливочный». И вот у нас добавились желаемая воздушность и кремовый оттенок. А вот далее мы все-таки пройдем еще раз в раздел Fine Art. Включим операцию «Ванильная виньетка». Хоть у нас обработка легкая и воздушная, но контраст совершенно не помешает, воспользуемся одноименным действием. С костюма жениха контраст уберем. Пройдем в раздел «Ретушь». Уберем кирпичный оттенок с кожи жениха. Ну и, друзья, завершающие шаги нашей обработки сделаем на наше изображение виньетку. Для этого пройдем в раздел «Эффекты». Включим соответствующую операцию. Виньетка размытая под номером 2. Обязательно в данной операции нам нужно сделать действие с трансформацией, иначе экшен не сработает. Вот мы сделали действие с трансформацией. Посмотрите, как красиво размылся фон. Но это слишком много, поэтому убавим непрозрачность данного размытого слоя. Регулировать непрозрачность можно, как сложив оба этих слоя из операции в группу и уже непосредственно на самой группе изменять непрозрачность, либо на самом слое с размытием также уменьшать или увеличивать степень размытия. Но в итоге мне виньетка эта не очень понравилась. Я этот слой убрала. А вот красных и пурпурных оттенков мне показалось на изображении в избытке, поэтому я обратилась к операции под названием «Красный удалить». В ходе этой операции у нас вышел слой, закрытый черной маской. Маску я перезалила белым цветом. Эффект удаления красного открыла по всей фотографии, а вот черным цветом рисуя по маске, вернула красные оттенки на цветах на арке и на передний план. На этом, друзья, наша обработка закончена. Давайте посмотрим вот до и после. И как по-вашему, друзья, похожа данная обработка на обработку в стиле Fine Art? Я нахожу, что да, похожа. Надеюсь, друзья, покупателям летнего набора этот урок будет полезен, друзья. Те, кто еще не успел приобрести набор, милости просим в наш магазин. Это не последний интересный и полезный урок по использованию данного набора. Пожалуйста, заходите, будем вам рады. На этом позвольте. Пока попрощаться. Всего доброго. До новых встреч.